Ешьте три головки чеснока в день. Может, от коронавируса это и не поможет, но люди будут держаться от вас подальше. Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 мая 2020 года. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на вечер 3 мая превысило 134 тысячи человек. За сутки оно выросло на рекордные 10 663 человека. Всего в стране от COVID-19 умерли более 1280 человек. За последние сутки умерло 58 человек. Выздоровевших за сутки в России достигло 16 тысяч человек. За сутки в Москве зарегистрировали еще 34 смерти пациентов с коронавирусом. Общее число умерших в столице выросло до 729 человек. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, режим самоизоляции в городе могут ослабить, если у системы здравоохранения будет запас прочности для оказания качественной медпомощи больным COVID-19. В Минздраве сообщили, что в России сохраняется высокий риск заражения COVID-19. Оснований считать, что ситуация с распространением инфекции в стране стабилизировалась, пока нет, указали в ведомстве. РПЦ выступила за введение моратория на аборты на время пандемии. Ответственный секретарь Патриаршей комиссии по делам семьи, священник Федор Лукьянов считает, что эта операция может способствовать распространению коронавируса как среди женщин, которые делают аборты, так и среди членов их семьи и медицинского персонала. Очереди в метро в первый день после ввода цифровых пропусков в Москве 15 апреля и рост числа заражений могут быть связаны, заявляют эксперты. При этом, по словам доктора медицинских наук профессора Анатолия Альтшейна, в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования. С 12 мая ношение масок в общественных местах для жителей Подмосковья станет обязательным. Кроме Московской области, масочный режим ввели еще несколько регионов, включая Ростовскую, Самарскую, Свердловскую области и другие. По последним данным Всемирной организации здравоохранения на 3 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3 миллиона 420 человек, 243 тысячи 800 умерли. Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США, где количество зараженных превысило миллион 130 человек. Испания находится на втором месте, 216 тысяч 500 человек, Италия, на третьем, 209 тысяч 300 человек, Великобритания, на четвертом, 183 тысячи 500 человек, Франция, на пятом, 168 тысяч 300 человек. Россия по числу заболевших вернулась на восьмую строчку рейтинга. Ее снова опережает Турция, где 124 тысячи 300 зараженных. В Испании с 3 мая смягчили карантинные меры из-за вируса. Жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе. При этом Минздрав установил для каждой возрастной группы определенный промежуток времени для выхода на улицу. Разведывательный альянс «Пяти глаз», объединяющий спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, заявил, что Китай уничтожил доказательства об экспериментах с COVID-19 в лабораториях и отказывался предоставить биоматериалы ученым для создания вакцины. Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что власти составили несколько особых планов на случай, если он умрет в результате заражения коронавирусом. Из больницы Джонсона выписали 12 апреля, а 29 апреля у премьера родился сын, которого тот назвал в том числе в честь лечивших его от коронавируса врачей. Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней палаты парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлицеа, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлице предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан, от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц, от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц, от 5 до 10 миллионов рублей. Продолжение следует...